7 октября 2020, без малого 22 часа. Местные жители готовятся к преступлению. На оперативных кадрах видно и слышно, как четверо мужчин обсуждают план действий. Сидя за столом в гараже одного из приятелей, подшучивают, мол, главное не попасться. Здесь же обсуждают, как украсть провода из коммуникационных колодцев, отравить воду и тестируют самодельную взрывчатку. Слышка большая, живем мало. С нее пострелять по белтовому. Обычно автоматоколоску полкать. Септический прицеп. Нет, вода-то что-то тихая. С этого свинтареза можно стрельнуть. С чердака дома, который стоит на Уигрово заходит. Да, до трех сапу. Чтоб всего разбить? Нет, я имею в виду по... Да, вы бы не было в городе стреляли. Семь лета кумлеточкой столько. Вы пугать, что-то сколько? Да, ну, да. Антенны пороспивали, что-то защищать не было с машины. Ой, кипиш был бы. Ой-ой-ой-ой-ой, как побежали бы. Откуда положились? Все, быстрее цепляясь в подъезд. Никто не вышли. Сразу район в кольцо. План перехват. Ночь, 10 октября. В МЧС поступает звонок. Горит киоск на Шмидта. Причины возгорания специалисты называют поджог. ОМОН задерживает всех самых трех местных жителей, которые, по информации ведомства, могут быть причастны к преступлению. Четвертый идти на дело не рискнул. Тише! Позже выяснится. Мужчины заранее поместили на крыше табакерки емкость с бензином и часовым механизмом, которые впоследствии привели в действие. В заветном гараже оперативники находят пневматическое оружие, трафареты для надписей и предметы, которые могут быть использованы для изготовления самодельного взрывного устройства. У одного из задержанных изымают флешку, с фото и личными данными правоохранителей. К слову, он же известен общественности по резонансному делу о насилии в отношении сотрудника милиции. Мужчина и есть тот самый таксист, за которого вступилось семейство Букасов. Напомним, все произошло вечером 10 августа. Госавтоинспекторы остановили водителя для проверки документов, которых у него не оказалось. Стали составлять протокол. Собралась толпа. Призывы звучали самые агрессивные. Вдруг 53-летний мужчина нанес удар правоохранителю, а его 24-летний сын также беспричинно напал на сотрудника департамента охраны. Дебоширов приговорили к 2 и 4 годам лишения свободы. Следствие также устанавливает задержанные фигуранты еще двух дел. За несколько дней до пожара в киоске молодые люди пробили колесо в машине милиционера. А в конце сентября подожгли ветошь на железной дороге в Осиповичском районе. Так они решили остановить приближающийся поезд и создать задержку в движении ЖД транспорта. Двое признались и в участии в протестах в столице. Один расклеивал листовки в Бобруйске, оставлял надписи на лавочках в пешеходном переходе возле школы. 7 июня 16 часов. На скамье подсудимых Назарович, Василевич и Марьясов. С учетом представленных стороной государственного обвинения доказательств Назарович, Василевич, Марьясов и Гаврилов приговором суда Бобруйского района и города Бобруйска признаны виновными в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и повлекших нарушения работы транспорта и предприятий, пособничестве в порче имущества, незаконном изготовлении, хранении и ношении предметов, поражающего действия на основе горючих веществ, покушение на умышленное уничтожение и повреждение имущества, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере. Кроме того, обвиняемый Гаврилов признан виновным в ненанесении о готовящемся к тяжкому преступлению. Трем из обвиняемых судом назначены на наказание в виде лишения свободы. Назаровичу на срок 8 лет, Василевичу Марьясову на срок 7 лет 6 месяцев, Гаврилову ограничение свободы на срок 2 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд также конфисковал автомобиль как средство совершения преступления, который принадлежит Назаровичу. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и протестован в апелляционном порядке.